Что скажет рули Винклер о Синтоле и сколько Олимпий он намерен взять в ближайшие пять лет? Вернется ли Кай Грин на сцену Олимпии и как Винклер относится к бикини и мэнс-физик? Минувший соревновательный сезон был богат на визиты в Москву заокеанских звезд бодибилдинга и фитнеса. За два месяца, октябрь и ноябрь, в России побывала, по сути, вся элита мирового культуризма, в том числе и рули Винклер, который сегодня считается одним из наиболее перспективных американских профессионалов. Рули, последние семь лет я регулярно посещаю турнир Мистер Олимпии и все эти годы я наблюдал за тобой, видел твои выступления, твой прогресс и поэтому мне очень приятно видеть тебя здесь в Москве. Я бы хотел тебя спросить, ты ведь из Голландии? Нет, я из Кюросао. А я думал, ты из Голландии. Нет, не совсем. Мои родители из Нидерландов. Дело в том, что остров Кюросао и находится под юрисдикцией Нидерландов. Но росты в Нидерландах, маленькая страна, а мне всегда было интересно, как в маленьких странах вырастают большие бодибилдеры, большие чемпионы, такие как ты или Вильям Бонак. Насколько хорошо в Голландии развита индустрия бодибилдинга? Я не думаю, что фитнес очень хорошо развит в Голландии. А что касается больших чемпионов, то это все индивидуально. Как говорится, или ты есть, или тебя нет. Как ты считаешь, это хорошая идея проводить Олимпию в Европе, Африке, Австралии? Есть мнение, что это понижает статус главной Олимпии в Лас-Вегасе. Каково твое мнение? Думаю, что это хорошая идея. Ведь на этих турнирах появляются новые имена, зажигаются новые звезды. Не секрет, что некоторые профессиональные спортсмены используют синтол. С одной стороны, препарат легальный, но насколько, по твоему мнению, это честно употреблять на соревнованиях? Ведь получается, что это уже совсем нечестная борьба. В России этот препарат стал очень популярен. Мне интересно твое мнение по этому поводу. Порой сложно определить, используют ли спортсмен синтол или нет. И, кстати, я слышал, что это весьма болезненный препарат. Сложно сказать. Если хотят, пусть используют. Насколько это честно, не задумывался об этом. Не буду комментировать. Тут как бы все просто. На мой взгляд, люди не хотят упорно тренировать те мышцы, которые у них отстают. Синтол для них это более легкий путь. Хочу спросить тебя про Кая Грина. Очень одаренный спортсмен. Ты ведь видел его на сцене. Что бы ты мог сказать о нем? Я познакомился с Кай Грином еще на своем первом профессиональном турнире. После этого мы с ним довольно часто встречались на соревнованиях. Классный парень, с ним можно поговорить, можно посмеяться. Он очень сосредоточен на тренировках и подготовке к соревнованиям. Но сейчас, да, он решил немного отдохнуть. Окей. А что касается твоих личных планов. Где и как ты себя видишь через пять лет? У тебя классная генетика. Явно ты стремишься к более высоким местам на Олимпии. Через пять лет я вижу себя двукратным победителем мистер Олимпия. Это моя мечта. Мне кажется, что в этом году на Олимпии все топ-6 спортсменов очень сильно добавили в качестве своей формы. Я прав или нет? Я думаю, что все спортсмены из топ-6 были в самой лучшей в своей форме и были подготовлены лучше, чем в прошлом году. Причина тому возвращение Кевина Леврона. И все хотели, во что бы то ни стало, его обойти, ни в коем случае не уступить. Потому что это возвращение человека из старой школы. Если бы Кевин кого-то обыграл, то... Ну не то, чтобы это было бы стыдно уступить Леврону, ведь это легенда. Но все же у нового поколения бодибилдеров свои амбиции. И поэтому все старались быть в самой классной форме. Ты когда-нибудь думал, что будешь стоять с Кевином Левроном на одной сцене? Нет, я никогда об этом не думал. Потому что когда он закончил свою карьеру, я только начал заниматься. Да, это классно стоять с ним на одной сцене. Но дело в том, что это его форма. Это не та форма, в которой сейчас нужно выходить. Такая форма была актуальна в прошлом. Сейчас совсем другие критерии. Кто помогает тебе на данном этапе готовиться к соревнованиям? Я тренируюсь в зале Oxygen. У меня есть тренер, который помогает в тренировках и корректирует мою диету. Это Ахмед Аска из национальной сборной Кувейта. И это один из самых лучших тренеров в Кувейте. То есть в этом году он вел тебя до самой Олимпии? Да, и он продолжит меня тренировать и в следующем году. Это удивительный человек. Кроме меня он тренирует, наверное, еще человек 300. Но умеет уделить каждому внимание так, что ты думаешь, что он занимается только с тобой и больше ни с кем. Он всегда очень переживает за меня, как за родного человека. Он словно живет одной жизнью с каждым из тех, кого тренирует. Этот человек отдает себя спорту и тренировкам полностью без остатка. Это делает его особым тренером. Он воспринимает очень близко к сердцу все наши проблемы. Для меня это особенный человек. У тебя есть планы выступать на Арнольд Классик в следующем году? Это будет решать мой тренер. Мы еще не обсуждали этот вопрос. Кроме того, я пока еще не квалифицирован на следующую Олимпию. Прежде мне нужно решить эту задачу. Назови, пожалуйста, имена троих культуристов, которых ты считаешь наиболее генетически одаренными на данном этапе. Фил Хитт, Декстер Джексон, ну и я, конечно же. В завершении беседы хотел бы также спросить у тебя, как у профессионального спортсмена, твое отношение к таким номинациям, как Мэнс Физик, Классик Физик и Фитнес Бикини. Что ж, в бикини мне нравятся все девушки без исключения. А вот что касается ребят из Мэнс Физик и Классик Физик, то мне не совсем нравится, что в основном они тренируют только верхнюю часть тела. Хотя вместе с тем у них у всех хорошая талия, что смотрится весьма эффектно. Что ж, удачи тебе, хорошего времяпрепровождения в Москве. Спасибо за интервью. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!